Кто обошел правила французского регулятора и почему OkPay приостанавливает работу с биткоинами? Вы узнаете через секунду. Здравствуйте! Сомневаться в криптовалютах начала и платежная система OkPay. Вчера компания приостановила обработку всех финансовых операций с криптовалютой биткоин. Сообщение гласит, что из-за предстоящего хардфорка сети биткоин обработка всех финансовых операций с криптовалютой биткоин приостановлена. Данное решение было принято для обеспечения сохранности средств клиентов. Все операции с биткоином, включая пополнение баланса, вывод средств и оплата через OkPay будут недоступны. Вот и вывод средств в криптовалюте биткоин будут вновь доступны, когда будет уверенность в надежности сети. И отсутствие, естественно, рисков для клиентов. Нужно отметить, что на рынке считают маловероятным грядущее событие хардфорк, при котором главные разработчики в одностороннем порядке принимают решение технически создать новую версию сети блокчейн биткоин, часть правил которой отличается от оригинальной. Между тем и нет полной уверенности, что хардфорк и не произойдет. Полгода уже прошло, как Управление по финансовым рынкам Франции ЭМФ ужесточило требования к розничным брокерам, ведущим свою деятельность на территории страны. Нужно напомнить, что в стране действует запрет на всю интернет-рекламу форекс-брокеров и брокеров бинарных опционов. Кроме того, были введены существенные ограничения для компаний, предлагающих услуги по торговле контрактами на разницу. При этом совсем недавно один из ведущих брокеров страны GFD Brokers объявил о запуске нового продукта, разработанного с учетом изменившихся норм регулирования, что и помогло ему обойти запрет на рекламу услуг компании. Дело в том, что запрет регулятора не распространяется на брокеров, исполняющих ордера клиентов через многосторонние торговые площадки МТФ. Поэтому GFD Brokers предложил новое торговое решение, в рамках которого все сделки осуществляются через МТФ. Стоит отметить, что GFD Brokers – не единственная компания, прибегнувшая к подобной лазейке в законе. В этом месяце IG Group, публикуя данные о своих финансовых результатах за прошлый финансовый год, также сообщила о том, что приступила к разработке многосторонней торговой системы МТФ для своих операций в Европе. Болеть и радоваться победам футбольного клуба «Реал Мадрид» на протяжении трех лет будут все офисы международной группы компании «Экснес». Ведь они подписали совместное партнерское соглашение. «Экснес» – первая форекс-компания, заключившая соглашение о партнерстве с клубом «Реал Мадрид» и получившая исключительные права на использование в рекламе и самого бренда, и образов игроков, а также доступ к цифровым каналам клуба. Во сколько же это обошлось «Экснес» – никто рассказывать не хочет, но эксперты оценивают сделку в 3 миллиона евро за один год партнерства. Для тех, кто не знает, «Реал Мадрид» – лучший футбольный клуб 20 века по версии FIFA, но вот для брокера «Экснес» это первый и значительный шаг на пути к сердцам или, может, к кошелькам футбольных фанатов. И на этой ноте мы прощаемся с вами. Выпуск был подготовлен совместно с редакцией «Форекс Магнете». До встречи завтра на «Дукаскопе ТВ». «Форекс Магнете»